Далеко ехать не пришлось. Улица Федерации. В 2018 году здесь Ульяновскводоканал ремонтировал водопроводные сети. Сегодня картина нелицеприятная. Колдобины, выбоины, трещины. На Тимирязево ситуация не лучше. Дорожное полотно состоит из ям, в которых запросто можно остаться без колес. Стандарт гласит, предельные размеры отдельных выбоин не должны превышать. 15 сантиметров в длину, 60 в ширину и 5 в глубину. На Тимирязево эти показатели явно превышены. Дороги нет вообще, здесь только направление. Не знаем, куда деньги уходят, которые направлены должны были на Тимирязево. Трамвай – единственный транспорт, который пока может проехать здесь без последствий. Горожане рассказывают, еще год назад дорожники повесили знак – проезда нет. Но ремонтные работы так и не начались. Мы из года в год видим, что все повторяется. Сейчас та же самая ситуация, тот же самый старый мост. Асфальтового полотна практически там не осталось. Улица Радичева, которую мы из окна видим, практически тоже себя рассыпалась. Это доставляет, конечно, и огромное неудобство нашим гражданам. Но и второе – это же деньги. В прошлом году на ремонт городских и региональных магистралей выделено свыше 10 миллиардов рублей. В 2019-м объем дорожного фонда почти 6 миллиардов. Из них около 600 миллионов закатает в муниципальное полотно. Мы продолжим работу. Это по ремонту проспекта Гая, улицы Ефремова. Вторым этапом пойдут. Необходимо нам будет завершить улицу Карла Маркса, где в этом году должны раскопку сделать. Вот этот чуть больше 100 метров участок, ниже МЧС. Также будет продолжена работа по Заволжье. Это улица Деева, Волжская, Одесская, проспект Дружбы народов. Вернемся в правобережье. Здесь, наконец, отремонтируют дороги на Минаево, Спаское, Тимирязево и Верхнеполевой. Но есть замечания к ремонту прошлых лет. Например, Императорский мост. Подрядчика по суду обязали отремонтировать дорожное полотно. Организация взяла тайм-аут до лета. Мол, погода плохая, но уже обратились в арбитражный суд. С областными дорогами таких проблем нет. В апреле месяце у нас будет сначала с числа 3-го, наверное, мы по всем объектам, которые были отремонтированы, находимся на гарантии, будет комиссионно объявляться. И будет со строением актов. Если будут выявлены недостатки, то подрядная организация будет устраняться за свой счет. Или если подрядная организация будет устраняться, самоустраняться от исполнения, то в судебном порядке будем обязывать их. Но пока хочу сказать, что на областных дорогах пока таких инцидентов нет. В качестве эксперимента в этом году профильное министерство планирует заключать контракты с подрядчиками на 6 лет, чтобы исключить организации, которые пытаются уйти от гарантийных обязательств. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73.